Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре четверг, 23 декабря, и до Нового года осталась одна неделя и один день. Новый год – это праздник чудес и волшебства, подарков и сюрпризов. А ещё Новый год – это праздник различных лакомств. Придумывать меню на этот праздник начинают обычно заранее и стараются, чтобы новогодний стол ломился от угощений. Однако весело отпраздновав Новый год, мы обычно замечаем прибавку лишних килограммов, что совсем не добавляет настроения. Но не спешите огорчаться, ведь всё поправимо. О том, как всё исправить и как, собственно, это предотвратить, сегодня в нашей программе ответит нутрициолог-диетолог Республиканского Центра общественного питания и медицинской профилактики Анастасия Савина и фитнес-тренер Елена Агаева. Друзья, не забывайте, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 32 0066 32 1166. И также работает наш WhatsApp номер. Напомню, его цифры 8 411 232 0066. Так что, если у вас есть вопросы диетологу и фитнес-тренеру, сегодня мы говорим о том, как правильно встретить Новый год, с каким правильным новогодним столом. Так что задавайте вопросы. Здравствуйте, Анастасия Дмитриевна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема у нас такая очень актуальная, я думаю, да? Каким должен быть новогодний стол, чтобы вот, ну, не наесться, не переесть? Ну, да, Новый год мы ждём, особенно 31 декабря. С утра начинаем готовку, готовим, готовим, готовим и не кушаем. Вот это самая первая ошибка. Не надо забывать, в этот день надо питаться точно так же, как в обычные будние дни. Не пропускать ни завтрак, ни обед, ни ужин. Примерно те же блюда, что вы обычно кушаете, чтобы к вечеру, к ночью не получить вот это чувство передержанного голода, когда мы буквально срываемся на обильный, на изобильный стол, поедаем килограммами, смешивая, может быть, несмешиваемые продукты, и чувствуем буквально через час тяжесть в желудке, изжогу, отрыжку, боли в животе и походу в туалет, да? Вот, поэтому самое первое правило – это в этот день кушать, как обычно, не пропуская основные приёмы пищи. А я ещё слышала такое, что вот и фитнес-тренеры, кстати, это советуют, и диетологи, да, что в праздники нужно, в принципе, готовить вот эти вот любимые блюда, которые вы планировали приготовить, но уменьшить порцию, то есть уменьшить саму тарелку. Это правильно или нет? Как вы считаете? Ну да, это правильно, не нужно готовить очень много, потому что если мы готовим много, это риск переесть 100%. И на утро у нас остаётся эти продукты, мы начинаем это всё есть, это уже не очень свежее, не очень хорошее, поэтому лучше, ну вот, допустим, как готовлю я, я не заправляю майонезом, я не заправляю сметаной, обычно только маслом, ну, желательно оливковым. Вот, и стараемся действительно готовить для каждого члена семьи то, что он любит. Не готовить много, потому что начинаешь вот это вот всё, это попробовать, это попробовать, и получается, что в итоге ты переел на стол, не нужно, в общем, не нужно накрывать его, чтобы он ломился. Вот что я хотела сказать. А как же оливье? Вот вы говорите, Елена, что не заправляете майонезом и сметаном, как же без оливье? Ну, есть альтернатива, всё-таки, наверное, у нас такая традиция уже в третьем поколении, или, может, в пятом уже оливье, без оливье жить не можем. Но здесь вместо майонеза можно взять альтернативу, да, это сметану нежирную, сейчас её можно найти на прилавках, можно заправить йогуртом натуральным, добавив туда те же пряности, соль, там, перец. Вот вам и оливье, ингредиенты практически те же остаются, там и мясо, там и овощи, хорошее сочетание. Да, поэтому ищем альтернативу, другие салаты заправляем, как вот правильно сказала Елена, нерафинированным растительным маслом, чтобы всё-таки ещё была польза, да, польза для нашего организма. И действительно, когда мы накрываем праздничный стол, всё-таки у нас должна быть своя отдельная тарелочка, куда мы накладываем по правилу тарелки, да. Сейчас, в общем-то, многие осведомлены, что такое правило здоровой тарелки. Давайте напомним. Да, это когда половина тарелки должны составлять зелень и овощи, да, ну, как правило, это салат. А 1,4 тарелки – это белковый продукт, как правило, это бывает мясной продукт, или рыба, или белое мясо птицы. И 1,4, 2 – это гарнир. Он тоже может быть и овощным, и может быть зерновым. Вот это правило тарелки тоже не стоит забывать, когда мы садимся за праздничный стол. Набираем по этому правилу тарелки. Так вот, ну, вы сказали, что оливье можно всё-таки приготовить, но заправить его либо и сметаной нежирной, либо йогуртом, да. А вот какие блюда лучше всего не ставить на новогодний стол, от которых следует прямо вот категорично отказаться? Как вот, что вы скажете на это ещё? Ну, я думаю, что категорично нужно отказаться от мучного, от сладкого, от всякой всевозможной выпечки, потому что я считаю, что, ну, вечером наедаться и это всё мешать – это не очень правильно. Я ещё на свой стол стараюсь не ставить фрукты, потому что фрукты – это вообще как бы… И этот фрукты нужно кушать отдельным приёмом пищи. Например, если вы кушаете фрукты, их не нужно смешивать с другими продуктами, потому что у вас произойдёт брожение. Это будет вздутие, это будет лишний дискомфорт. Поэтому мандарины для красоты, я думаю, будет достаточно на столе. Так, хорошо, насчёт фруктов. А когда их тогда есть? Ну вот, их кушать отдельным приёмом пищи. То есть это не вечером, а, например, с утра? Да, да. Или между вот… Или до праздничного застолья, да, буквально за полчаса, допустим, можно скушать фрукты. Ну… У нас есть, Анастасия Дмитриевна, вас перебил. У нас есть телефонный звонок от телезрителя. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я бы хотела у вас уточнить, что вот, что думают ваши гости насчёт интервального голодания, стоит ли в новогоднюю ночь, в новогодние праздники придерживаться, да, что они думают вообще насчёт этой системы. Ага, спасибо вам за звонок. Ну, интервальное голодание – это, конечно, не та система питания, которой рекомендована всем. Это, во-первых, да. Во-вторых, вот это слово «голодание», конечно, он как бы пугает всех. На самом деле, по сути, это получается такая система питания, которая учитывает очень длительный перерыв между последним приёмом пищи и последующим. Но такая система не всем подходит. И, конечно, рекомендовать условно здоровому человеку мы не рекомендуем такую систему питания. И тем более в новогоднюю ночь, да. Всё-таки мы привыкли очень поздно ужинать в новогоднюю ночь. И, ну, точное интервальное голодание – это не для всех тип питания. И никто в новому году. Тем более на Новый год, да. А давайте вернёмся к теме фруктов. Я ещё слышала, что не все фрукты одинаково полезны. Вот какие фрукты не полезны? Ну, вообще, как бы я считаю, что всё полезно и нужно в меру. Если вы этим не злоупотребляете, то можно любой фрукт съесть, как бы, если вам он нравится. Конечно, не есть его килограммами. Поэтому я считаю, что полезно всё, но только есть это в определённых количествах и в определённое время. И смотря с чем сочетать. А вот бананы, я вот слышала про них, что вот говорят, что не совсем полезный фрукт. Ну, я абсолютно здесь поддерживаю Елену. Всё дело в порции, да. И Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять фрукты. Но это всего лишь на всего одна порция, да. Практически это один фрукт в день, желательно в первой половине дня. Что касается бананов, дело в гликемическом индексе. Способности повышать уровень глюкозы в крови. Но банан банану розень, как говорится. Да, такой банан, который перезрелый, да. Да, он очень вкусный, он очень сладкий, действительно. Но банан тоже очень питательный фрукт. И если мы заботимся о здоровье кишечника, если у нас есть выбор, то можем выбирать зелёный банан. Потому что в зелёном банане содержится в огромном количестве клетчатка, который называется инулин. И именно инулин, он способствует здоровью и тонкого кишечника. Он как раз идёт на питание бактерий, которые там населяют наш тонкий кишечник. Поэтому можно выбирать зелёный банан и кушать в своё удовольствие одну штуку в первой половине дня. Не помешает. Зелёный банан тот, который вяжет рот. Да, который как бы недозрелый. Поэтому его не все любят. А вот есть какие-нибудь советы, рекомендации, как всё-таки подготовить свой организм, своё пищеварение к обильному застолью? Может быть, нужно как-то заранее начинать много кушать? Ну, это, конечно, такой шутливый вопрос. Или в 31 декабря начинать пить много воды или минеральной воды? Какие-то есть хитрости? Ну, есть, действительно, про воду не забываем. Воду пьём постоянно. И в день, когда у нас застолье, особенно за полчаса до застолья, можно выпить стакан, два стакана тёплой водички. И, конечно, когда мы уже кушаем, когда мы уже сели кушать, здесь, конечно, запивать еду не советую. Всё-таки не советую. Кушать в сухомятку. И если у нас цель стоит всё-таки не переесть, да, и выйти без проблем, скажем так, со здоровьем с праздничного стола, то начинать нужно с овощных блюд. Это, как правило, зелень, это салаты. Так, потом переходим только на белковый продукт, да. Это, ну, это мясо, птица, рыба, может быть. И только через 10-15 минут можно уже запить, допустим, это бокалом воды. Ага. Вот. И когда обычно застолье у нас бывает многочасовые, советуем вот эти белковые продукты кушать, скажем так, не перемешивая, где-то с интервалом 2-3 часа, да, чтобы это всё успело перевариться, уйти, освободить место к другому белковому продукту. А каких белковых продуктов вы говорите? Вот рыбу, например, я съела, и через 2 часа мясо можно будет, да. Обычно как вот в ресторанах подают, ну, на свадьбах, юбилеях. Сначала какое-то мясное блюдо подают, с салатами. А потом на втором столе уже бывает рыбный продукт. Вот это правильно. Ага. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы. Сегодня мы говорим о том, как правильно накрыть новогодний стол, чтобы не переесть, чтобы на следующий день не чувствовать тяжесть в животе. Сегодня у нас в студии нутрициолог, диетолог Анастасия Савина и фитнес-тренер Елена Агаева. Телефоны в студии у нас прежние 32 00 66 32 11 66. И также, конечно, вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру. Напомню, его цифры 8 411 232 00 66. Пишите, звоните, мы будем рады слышать и видеть ваши вопросы. Сейчас короткая рекламная пауза, после мы вернемся и продолжим говорить об этом. Добрый день! Мы продолжаем беседовать о том, как пережить обильное застолье Нового года и новогодних праздников без ущерба фигуре. В нашей студии нутрициолог, диетолог Республиканского центра общественного питания и медицинской профилактики Анастасия Савина и фитнес-тренер Елена Агаева. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните, задавайте вопросы или отправляйте вопросы по нашему ватсап-номеру. Итак, есть ли встреча Нового года уже позади, а в животе чажесть? Что делать? Вот как разгрузиться после застолья? Все-таки это случилось. Мы переели. Ну, во-первых, отчаиваться не надо. Конечно, мы переели, мы перерастянули желудок, чувствуем тяжесть, там намешали всего, всего-всего-всего переели, но ничего страшного. День, утро, начинаем опять же с водички, с водички, теплой водички. В этот день после застолья можно кушать такие легкие блюда, как салаты, овощные, в таком запеченном виде овощи можно покушать. Ну и, конечно же, движение. Без движения вот никак. Нам как-то надо все-таки разогнать, как-то нам надо метаболизм, чтобы опять все пришло на свое место. И без движения никак. Это любое, может быть, движение, прогулки, ходьба, это может быть выйти во двор и покидать снег, как говорится, заняться лопатином. И потихоньку входим тоже в свою колею уже на обычные свои правила питания, когда не пропуская основные приемы пищи. Ну я знаю, Анастасия Дмитриевна, что у вас есть школа здорового питания, как раз, где можно научиться дисциплинированной быть в этом отношении. Расскажите об этом. Да, с апреля этого года при Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики работает онлайн школа здорового питания. Эти четыре видео урока они размещены в YouTube-канале Республиканского Центра. Можно их там просмотреть, там даны основные базовые правила. И также для желающих каждый понедельник в 8 вечера на платформе Zoom начинается школа, где уже веду я сама. Тоже в течение 3-4 дней мы тоже разбираем то же самое практически, да. Вот. Кроме того, с Нового года мы планируем уже открываем курс по коррекции питания. Туда может прийти любой желающий. На самом деле он напоминает такие ну такие мудные, скажем так, сейчас веяния, как марафоны, да, вот марафоны питания. Но марафон наш называется марафон формирования здоровых пищевых привычек. И он длится один месяц под моим чутким руководством, где каждый день я наблюдаю, как питается марафонец, да. Конечно, предварительно, обязательно теоретическая часть дается, раздается меню с рецептурой блюд и ежедневный контроль. Вот то, что, вот чего не хватает обычно людям для выработки определенной привычки, потому что бывает тяжело менять свои привычки, особенно неправильные. Вот, поэтому приглашаю. Есть у нас аккаунт в Инстаграм называется школа здорового питания ЕКТ. Там все анонсы есть, все условия обучения, прохождение марафона, там все расписано. Елена, скажите, а вот ваши подопечные за какой промежуток времени начинают дисциплинированно в себе вести в отношении питания, когда вырабатывается эта привычка у них? Ну, у некоторых вырабатывается сразу, у некоторых не вырабатывается никогда. У меня есть такие девочки, которые занимаются, но кушают неправильно. Они говорят, мы грешим, Алена, мы кушаем неправильно. Вот, а так результаты у нас очень хорошие есть, мы стройнеем, слово худеем я не люблю, потому что это от слова худо, вот, мы стройнеем, и без физической нагрузки здоровья у нас не получится. У нас не будет здоровья, если вы не двигаетесь. Просто на здоровом питании здорового человека быть не может. Физическая нагрузка обязательно должна быть. Утром обязательно зарядка, я всегда всем говорю, обязательно утром встали, если вы не выходите на улицу, обязательно сделайте зарядку, или потанцуете, или, не знаю, можно мыть посуду, двигать ножками, поднимать ручки, все это можно делать, не сидеть в телефоне. Или очень активно прибраться в доме, помахать. помахать швабра, я здесь полностью согласна с Еленой, потому что действительно есть такое понятие, что здоровое питание, я буду здоров, нет. Есть такое понятие, как здоровый образ жизни, который включает очень много компонентов, да, и здоровое питание, это только как часть здорового образа жизни, и, конечно, второе условие, это движение, третье условие, это режим по нашим биоритмам, внутренним часам, да, и, конечно, и вот четвертое условие, не менее важное, они все равноценны, это, конечно, трезвость, вот это все создает вот такую основу, базу для здоровья. Ну, давайте вернемся к нашей теме разговора, обычно, вот, когда вот 31 декабря на 1 января люди переедают, я в том числе, да, и вот лежишь первого числа с таким тяжелым животом, и думаешь, надо худеть, да, и в этот же день, буквально 1 числа я сразу хочу сесть на диету, побежать, побежать в спортзал, это вот правильный подход или нет, вот как это нужно делать, постепенно, наверное, да? Да, конечно, диета, это есть диета, то есть это не норма, диета, это питание, обычно, которое применяется с лечебной целью для решения каких-то определенных задач, особенно проблем со здоровьем, да, и он имеет такой временный характер, да, то есть не более там двух, трех недель, месяца может быть, но все это ограниченное такой имеет период, поэтому, если вас посетили такие мысли, значит, ну это хорошо, можете записаться, действительно, в школу здорового питания, просмотреть все уроки, записаться, в тренажерный клуб, да, 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 но, тут надо просто постепенно перейти на свой обычный режим питания, на свой обычный будничный рацион, обычный режим питания, это вот сколько раз в день нужно кушать, три раза в день, или вот я читала, что пять раз, даже шесть раз, это вот, это так или нет? Ну, у всех по-разному, это чисто индивидуальный подход, я, например, могу покушать три раза, вот у меня есть норма, мой БЖУ, я могу его съесть за три приема пищи, иногда я могу съесть там и перекус, если вдруг я проголодалась, или у меня тяжелая тренировка, то мне обязательно нужно восполнить, поэтому как бы все индивидуально, когда человек целый день в офисе сидит, допустим, да, ему не нужно столько еды, сколько нужно мне, потому что я целый день в движении, я очень много трачу, а человек, который сидит, он тратит очень мало, и когда ты кушаешь много, из-за этого получается у нас лишний вес, вот, все индивидуально, у нас в студии есть звонок, добрый день, мы вас слушаем, здравствуйте, говорите, добрый день, наступающий, спасибо, спасибо, очень приятно, говорите, вопрос такой, что вот, чем можно питаться, вот в такую стужу, холодную погоду, ну, понятно, для нас, для жителей северного края, да, независимо от национальности, конечно, должен быть все-таки белково-липидный тип питания, потому что белок, белковый продукт, он насыщает нас надолго, он дает нам энергию, белок, это мясо, это рыба, да, это яйца, это птица, может быть, ну, и жир, жир полезный, потому что основной функцией жиров является насыщение нашего организма кислородом, благодаря жирам мы имеем такую способность усваивать кислород из воздуха, и поэтому, ну, жиры, опять же, должны быть в таком, ну, в ограниченном количестве, да, это вот не кушать килограммами, допустим, там, сливочное масло, или там, литрами сметану деревенскую, все, конечно, в ограниченном количестве, но они должны быть в рационе, бутерброд с маслом сливочным, заправить там где-то салаты можно сметаной, или тот же самый керч, который мы любим, сливки взбитые, с ягодой, с нашей ягодой вкусной, вот это все чисто традиционное, наше, вот якутский, скажем так, тип питания, он очень даже подходит для наших суровых, ну, для наших суровых условий, то есть в это время как раз... Да, в это время обязательно супы, да, если не каждый день, но через день суп обязательно, мы все очень любим такие супы, мясные, с овощами, с крупами можно, для того, чтобы обогатить их витаминами, минералами. У нас еще один звонок в студии, добрый день, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый день, говорите, спасибо вас, старше. Здоровья, счастья. Спасибо. В общем, я хочу поделиться, как мы встречаем Новый год свой. Вот мы начинаем, мы не отходим от нашей якутской традиции, от нашего питания. Во-первых, мы садимся уже 6 часов вечера, это у нас первый стол, 6 часов вечера, и он начинается с холодного. холодное, мы знаем же, это наша строганина, индигирка, печень жеребятины, мясо с салом жеребятины, мартышки и так далее. В общем, все холодное, да? Ну, естественно, мы по одной стопочке обязательно или коньяка или водки принимаем, только по одной стопочке, с холодным. Вот. Встали, покушали, все, это вот первый стол, 6 часов вечера. Потом, значит, мы ходим, танцуем, после у нас начинается второй стол в 9 вечера. В 9 вечера уже у нас горячее идет, да? Ну, обычно мы вот традиционно, это курицу делаем, там чай у нас это все, вот, тоже встали, поели и танцуем, ну, занимаемся своими делами, двигаемся, так? До 12 часов, кстати. И вот к 12 часам мы уже открываем шампанское, и тут у нас идут только фрукты и чай, и торт, и все. Вот так вот мы встречаем свой Новый год. Как замечательно. Не сидим долго, не сидим часами, полчаса. Мы вот поели быстренько, в смысле, ну, не быстренько, так, то, что нам свою порцию съели, и встаем, двигаемся, стараемся не, не, это, желудок свой не заполнять сильно. Спасибо вам за звонок, так все вкусно вы написали, аж проголодалась. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы нутрициологу, диетологу и фитнес-тренеру, или действительно, да, рассказывайте о том, как вы встречаете Новый год, какой у вас стол, что вы готовите, и мы вам подскажем, правильно это, или не совсем, правильно, сейчас уходим на короткую рекламную паузу, позже вернемся. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, мы говорим о том, как встретить Новый год без ущерба фигуре, у нас в студии нутрициолог, диетолог Анастасия Савина, и фитнес-тренер Елена Агаева, мы работаем в прямом эфире. Девушки, давайте прокомментируем вот звонок, который только что поступил до рекламы, да, вот, что бы вы изменили вот в этом рационе? Ну, понравилось то, что делаются перерывы, и в перерывах очень есть такая физическая активность, вот это правильно, потому что не нужны вот эти многочасовые застолья, ни к чему они, они только приведут к перееданию. Не согласна я торт и фрукты, как раз-таки торт, это сладость, он поднимет нам сахар в крови, и всё, что мы до этого съели, это всё нам придёт в жиры. Поэтому желательно, если уж есть торт и сладкое, фрукты, кушать его как раз-таки в первой половине, вот на первый стол. То есть в 6 часов? Ну, если уж так вот сели в 6, значит, если такое есть большое желание, съесть сначала сладкое, сделать перерыв, как раз-таки потанцевать, а потом уже приступить к... К горячему. Да, и к горячему, и к основному, к основным блюдам, например. Хорошо, а в 12 часов тогда что вот можно скушать? Выпить бокал шампанского, заесть с салатом и лечь спать. Ага, салат какой? Салат какой? Салат без майонеза. Без майонеза. В общем, закусить огурцом. Ну, салат, наверное, овощной. Овощной, да, потому что он лёгкий, потому что вы... Ну, конечно, если вы будете... Много зелени, чтобы было. Да, что если вы будете всю ночь плясать, то да, это ещё ладно, можно что-то... А если вы потом ляжете спать, ну, будет спать, конечно, тяжело. Многие якутские семьи обязательно Новый год, это как традиция, да, пекут и жарят пирожки. Ой, это праздник всегда было. Да, с этим вот, что вы скажете. Да, есть такая традиция, да, ну, с нашего детства, наверное, что вот пирожок и морс, это вот атрибуты праздника. Ну, на самом деле, сейчас, по-моему, такая жизнь, что пирожки, как говорится, круглый день, то есть постоянно есть. Ага. Ну, раз такая традиция, конечно, ну, можно испечь для того, минимализировать, скажем так, вред, то можно запечь те же пирожки. Не пожарить, а именно. Да, именно запечь, да. И желательно можно с капустой, с картофелем запечь, да. Разных вариантов много. Но, как правило, когда мы делаем стол праздничный, всё-таки там должны быть те продукты, которые не будничные, да. Или если их есть очень много, то выбрать для себя надо те продукты, которые каждый день не кушаешь. В принципе, мы же так понимаем праздничный стол. Что-то, какое-то необычное блюдо. Вот. И поэтому, кто как привык, конечно, традиция, и я думаю, ничего страшного не будет, если один раз в году мы её нарушим, эти правила здорового питания, насладимся едой. Ничего страшного. А в какое время лучше пирожок-то съесть? Опять же, в течение дня? В течение дня, конечно. Мы же, основные приёмы пищи у нас будут. У нас и будут и завтрак, и обед, и ужин. Но вот в это время пирожок с морсом почему бы нет? То есть не в 12 часов, получается? Да. Мне кажется, в 12 уже места не будет для пирожка. Мне ещё понравилось, что вот девушка, которая только что позвонила, сказала, что начинают стол они с холодного. Мартышки, строганина, вот мясо и прочее, да, вот. Правильно ли вот с этого начинать застолье? Или вы опять бы поменяли бы местами? Ну, как мы тут обратили внимание, да, конечно, вот на этом праздничном столе совершенно нет салатов. Не упомянули про салаты, про зелень. И, конечно, ну, как я уже сказала, если мы один раз в год, как говорится, нарушаем правила, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Потому что холодные вот эти блюда наши, они деликатесные наши блюда, мы их очень любим. Каждый день не кушаем. Поэтому если это кушается с перерывами, там, вот как раз у них перерыв 3 часа, ну, вполне, вполне это нормально. Вполне физиологично. Я ещё слышала такое, что, чтобы не переесть, ваша порция должна входить в ладошку. В кулак или в ладошку. Вот это правильно или нет, Елена? Ну, да, у вас, во-первых, нужно для себя поставить маленькую тарелку, чтобы на неё поместилось меньше. Поэтому вы, соответственно, съедите меньше. Вот. Ну, как бы я уже сейчас, допустим, если питаюсь, то я питаюсь интуитивно. Я не считаю, я не записываю. Я просто сейчас... Я сначала начала считать. Как бы я примерно сейчас уже понимаю, сколько мне нужно, чего. Вот если кто-то хочет как-то своё питание... Настроить? Да, настроить, корректировку сделать, я советую всем сначала чуть-чуть посчитать. Хотя бы неделю, две, месяц. И тогда вы уже будете видеть, вот прям я уже вижу там, сколько мне макарон нужно, сколько мне мяса нужно. Потому что я, ну, честно говоря, обычный человек, иногда я даже ленюсь считать. Поэтому как бы... Ну, вы говорите сейчас о КБЖУ, да? Да. Ну, это довольно-таки сложно для простого человека, который как бы вот и не занимается спортом, да? А вот есть какие-то простые рекомендации? Я знаю, что Анастасия Дмитриевна в прошлый раз нам подсказала очень простую схему, вот знать, сколько нужно кушать. По талии, по-моему, вы делали какой-то подсчёт. Можете напомнить? У женщины сколько там должно быть? У мужчины столько, да? А, это мы говорили о пожирении. У нас была тема ожирения. И здесь какой ориентир? Ориентир на объём талии, да? Всё-таки объём талии у женщин не должен быть больше 84 сантиметров. А у мужчин больше 94 сантиметров. Всё, что больше, это можно относить уже к нарушению метаболическому, это уже к ожирению. И, да, вот с Еленой я согласна, когда люди хотят понять свою порцию, они начинают не считать КБЖУ, а именно взвешивать, да? И у них имеется представление, да, оказывается, у меня вот четверть тарелки, как раз есть 100 грамм гарнира. Кому-то это действительно нужно. У них такая память, зрительная память устанавливается. А на самом деле есть правило ладони. Правило ладони, по которым мы советуем. Она, конечно, условная порция. Ладони у всех разные. У мужчин ладонь большая, поэтому понятно, что мужчины больше должны потреблять, женщины поменьше должны потреблять. Ну, ладони всегда при себе. И если мы выучим это правило ладони, то человек уже примерно понимает, как должен составляться рацион или как должна заполняться вот эта же самая тарелка здорового питания. А можно ли просто убрать живот? Наверное, Елена, к вам часто обращаются ваши подопечные. Говорят, мне все устраивает, я хочу только живот убрать. Нет, локального похудения нет. Если вы стройнеете, вы будете стройнеет везде, во всех частях тела. Нет такого, что у нас не устраивает живот, и у нас уйдет только живот. Нет такого. Если мы стройнеем, то стройнеем везде одновременно одинаково. А в первую очередь какая часть тела стройнеет? Ну, вот я вам 100% могу сказать, что живот и бедра у женщины уходят в самую последнюю очередь. Вот девочка уже вроде бы все хорошо, ее все устраивает, тут все хорошо, а живот все равно не уходит. Он уходит очень долго. Но это такой кропотливый труд, это питание, это нужно следить обязательно всегда. И как бы это вот не быстрый процесс, скажем. Это наша особенность женская. У нас как раз был вопрос, есть разница между мужчинами и женщинами. Вот в этом и есть разница, что это наша генетика, что нам вот эти жиры, излишки, они нужны для того, чтобы вынашивать еще наших детенушек, для детей. излишки заложены. Конечно. Поэтому и расстаемся мы с трудом, потому что это наше здоровье на самом деле. А после сорока сложнее, наверное, стройнеть? Труднее? Честно, мое мнение, я думаю, что все-таки иногда это слишком преувеличено. Потому что есть женщины в любом возрасте, очень хорошо выглядят, потому что они следят за собой и правильно питаются. А ссылаться на то, что я толстая, там после сорока, допустим, потому что у меня метаболизм замедлился, я не беру в счет людей, которые действительно больны, или у них какие-то проблемы с гормонами, да. Но у нас неправильные пищевые привычки. Мы все в основном неправильно питаемся и потом говорим, а это после сорока, а у меня именно пауза, у меня месячный, еще что-то. И гость широкая. Да, и гость широкая, это обязательно. Я считаю, что питаться нужно правильно и тогда у вас не будет живота. Ну, насчет питаться правильно, в наших условиях, в нашей республике многие думают, что это очень дорогое удовольствие. Вы согласны с этим или нет? Я с этим не согласна. Нет, совершенно нет. Как раз, вот, когда мы говорим про школу здорового питания, у нас четвертый урок посвящен как раз вот корзине продовольственной, да, ну, здоровой продовольственной корзине, где мы подсчитываем корзину продовольственную, какая должна быть здоровая, и та корзина, которую мы видим, в общем-то, ну, каждый день в этих магазинах. Подсчитали, получилась совершенно одна и та же сумма. Поэтому это один из мифов таких устойчивых мифов, что здоровое питание – это дорогое удовольствие. На самом деле нет. Очень много круп, они ведь недорогие, крупы. Потом, те же колбасы, они равноценно стоят, как мясо, как мясные продукты. Поэтому нет. Это один из мифов. И мы как раз вот на четвёртом уроке развиваем вот этот миф. А вот насчёт активности. Как часто в неделю нужно вот заниматься физкультурой или спортом, да, чтобы вот привести себя в порядок? Ну, зарядка должна быть у каждого человека каждый день. Вы утром просыпаетесь. В течение какого времени зарядка? Ну, 10-15 минут, можно даже 5 минут, чтобы разогнать, чтобы кровь у нас… Мы же спим, у нас всё застаивается, нам нужно это всё разогнать. Как разминка, да? Да, разминка. Вы можете даже в кровати ножками помахали, ручками покрутили, там всё что угодно, даже не надо вставать с постели. А заниматься физической нагрузкой в час, час в день, это три раза в неделю, как минимум. Чтобы добиться необходимых результатов. Чтобы добиться здоровья. Что ж, огромное спасибо вам за интересную и полезную беседу. Я думаю, что наши телезрители и слушатели получили ответы на свои вопросы. Я желаю всем здоровья и вам здоровья и с наступающим Новым годом. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok